Здравствуйте! До итоги дня информационного портала allpravda.ru. Меня зовут Дарья Судрева. Смотрите сегодня в выпуске. Газ проведем, кредиты выдадим. Сергей Морозов встретился с многодетными. С заботой о старших в Ульяновской области пожилые люди смогут попасть в приемные семьи. Болен каждый 105-й. В Ульяновске на конференции обсудили проблему ВИЧ. Ульяновские бизнесмены благоустраивают новый город. 22 июня – одна из самых печальных дат в истории нашей страны – начало Великой Отечественной войны. В этот день вся страна скорбит о миллионах павших на полях сражений, замученных в неволе и умерших в тылу. В 5 утра на площади 30-летия Победы прошла традиционная акция «Свеча памяти». Это дань уважения тем героям, которые погибли за нашу родину и навсегда внесли свои имена в бессмертный полк. Также участники митинга возложили цветы к памятнику дороги Великой Победы у Старого вокзала. Монумент был установлен год назад в честь бойцов, уезжавших на фронт. Сегодня Ульяновск накрыл большой шторм. Шквалистый ветер, порывы молний и гром сопровождался не менее сильным дождем. Синоптики прогнозируют локальные осадки до конца дня. В отдельных участках ожидается град. Сергей Морозов встретился с многодетными семьями, получившими земельные участки по строительству в Заволжском районе. В кварталах ГАИД по проспекту Дружбы народов люди не могли начать строительство. Причина – отсутствие коммуникации. Несколько дней назад на участке наконец-то провели воду и электричество. Однако проблемы остались. Какие, расскажет Павел Половов. Первая и самая главная проблема – отсутствие денег на строительство. Проценты и условия, под которые банки сейчас готовы предоставить кредиты, да и то не всем кабальные. Они берут денежные средства под залог уже имеющейся квартиры. На эти деньги строят дом. Это единственное жилье. Они строят дом. Вот сейчас у меня один человек уже возводит дом под крышу, то есть осталось только внутренний ремонт. После этого они продают квартиру и переезжают в дом. То есть в принципе залог квартиры, он идет и ипотека есть. Но как бы она в другом немножечко формате. Это не ипотечный займ, а как потребительский под залог жилья. И там большой процент. Там под 19, по-моему, процентов. Выход, предложенный губернатором – встретиться с банкирами. В его присутствии обсудить возможности льготного предоставления кредитов поддержали все. Не забыли поблагодарить и за уже сделанные. Ну, в общем, потихонечку дела идут хорошо. Вот нам, в общем-то, в общем, мы довольны. Вот, как происходит у нас дела. Можно было и быстрее все делать. Вот накануне приезда Сергея Ивановича у нас всегда работа здесь более активно начинается. Поэтому мы всегда очень рады его приезду и приглашаем его в гости к нам чаще. Как обычно, свой рабочий приезд нам посвятил Сергей Иванович, который с юмором, который с отцовской опекой, тоже как многодетный отец, он рассматривает все наши проблемы. Кварталы Г и Д включают в себя 658 официально зарегистрированных участков. Теперь они освещены, сюда проложена временная дорога, проведена вода. Остальные проблемы близки к решению. Проблемы сегодня у газификации. И мы прекрасно понимаем, что сегодня здесь две проблемы. Первая – это, конечно, дорогостоящее удовольствие и необходимое сельское денежное средство. Но мы видим, и нет домов. То есть потребителей. Вложение средств в магистраль может оказаться убыточным. Тем не менее, проблема будет решена. Форм поддержки для семей региона существует достаточно много и обсуждаются новые. Это очень серьезная проблема, которая решается и в субъекте и в стране. В своем послании Владимир Путин обозначил поддержку семей и ответственность регионов по данному направлению. И уже вот 20-го числа законодатель собрания Ульяновской области поддержал инициативу губернатора Сергея Ивановича Морозова о внесении изменений в пользование сертификатом «семья» на погашение ипотечного кредитования. Теперь эта возможность стала доступна четырем с половиной тысячам семей региона. По словам министра, сегодня семья в Ульяновской области с учетом прочих выплат может получить на строительство жилья около миллиона рублей. На этом поддержка не заканчивается. Один из активно обсуждаемых в правительстве Ульяновской области вариантов – единовременная выплата при наличии ипотеки на строительство в размере 300 тысяч в начале строительства и по окончании строительства еще 700 тысяч рублей. Естественно, получить эти льготы пока непросто, однако делается все, чтобы крепкие и многодетные семьи в регионе жили достойно. Павел Половов, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ. С 24 июня в Ульяновской области стартует неделя национального проекта «Экология». Запланирован осмотр объектов, включенных в нацпроект, тематические круглые столы, семинары с участием федеральных экспертов, а также будет озвучено ежегодное экологическое послание губернатора Сергея Морозова. В 2019 году по федеральному проекту «Оздоровление Волги» планируется начать реконструкцию очистных сооружений канализации Новоульяновска и Ульяновска. По федеральному проекту «Чистая вода» в текущем году для улучшения качества питьевой воды планируется начать строительство объектов водоснабжения для населенных пунктов Чердаклицкого района. «Бизнес должен быть социально ответственным» – фраза со времен президента Ельцина так или иначе звучала с экранов телевизоров и порождала сильное отторжение у большинства предпринимателей. В Ульяновске, кажется, нашли консенсус. Один из торговых центров, которыми буквально наводнен проспект Ульяновский, приступил к благоустройству прилегающей территории. Предприниматели в большинстве своем считают, что их задача построить магазин. А по какому тротуару сюда придут покупатели – дело второстепенное. Однако так думают не все. Забота о покупателях – не просто благотворительность. За благоустройство прилегающей территории взялись бизнесмены нового города. В планах облагородить проспект Ульяновский. Мы хотели бы все-таки вернуться к вопросу благоустройства, потому что сейчас очень много говорится и со стороны президента, нашего губернатора об агрессивности городской среды. У нас новый город, он быстрее всех реагирует на все изменения, новшества. У нас давно уже жители говорят о том, что живем на асфальте. Широкие проспекты, широкие тротуары желающему сделать Ульяновск городом-садом есть где развернуться. Руководство одного из торговых центров главной магистрали нового города установило лавочки и небольшую кованую скульптуру. У жителей Залозского района, в частности Нового города, появилось достаточно большое количество посещать, посмотреть, гулять. Здесь тем более, что в рамках благоустройства установлены лавочки, установлены урны. Город помог провести ямочный ремонт. На сегодняшний день мы планируем соорганизовать, соответственно, на бюджет 2020 года асфальтировку данного участка, входной группы. Бизнес планирует провести, значит, уложить плитку около, соответственно, установить фонари такие интересные. Меценаты и власти готовят проект благоустройства, который представят на суд общественности. Проект включает в себя необычные клумбы, газоны, лавочки и даже фонтан, который, кстати, тоже будет подпитываться водой за счет предпринимателя, предложившего такой проект. Сам проект достаточно интересный, кроме того, его реализация минимально затрагивает городской и районные бюджеты. Осталось только дождаться окончательно согласованного проекта и общественного обсуждения. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ. Завтра в девяти домах Ленинского района Ульяновска отключит воду. В районе Поливинского шоссе на магистральном водопроводе диаметром 800 мм запланирована установка новой запорно-регулирующей арматуры. Воду отключат в домах номер 38, 72, 74 и 76 по проспекту Нариманово и номер 5, 5А, 14, 16 и 18 по улице Гафурово. В границах проспекта Нариманово, улиц Симбирской, Бакинской, Габозева и Дзержинского будет снижено давление холодной воды. Охране здоровья женщин и детей с ВИЧ-инфекцией уделяется огромное внимание. Ульяновск – область, где каждый 105-й житель болен с ПИДом. О новых направлениях работы говорили медики со всех учреждений на профильной конференции. В Ульяновске прошла научно-практическая конференция междисциплинарной вопроса ВИЧ-инфекции. Основные темы касались охраны здоровья женщин и детей. Среди участников более 200 специалистов – педиатры, акушеры-гинекологи, инфекционисты и неонатологи. Своими исследованиями в области борьбы с ВИЧ поделились участники конференции из Москвы и Казани. Согласно статистике, по состоянию на 1 июня 2019 года в Ульяновск области проживают около 19 тысяч ВИЧ-инфицированных. Болен каждый 105-й человек. Чтобы социальная угроза общества не переросла в нечто большее, необходимо не только проводить профилактическую и разъяснительную работу с населением, но и обучать самих медработников. Полтора процента населения в нашем регионе вовлечены в эпидемию ВИЧ-инфекции, заболеваемость достаточно высокая по сравнению с цифрами по ПФО и в среднем по России. Среди вопросов повестки – лечение ВИЧ у детей, раннее выявление инфекции у беременных и детей, организация медпомощи ВИЧ-инфицированным. Очень важно, чтобы те женщины, которые столкнулись с такой проблемой, понимали, что они могут родить здоровых детей, но им необходима медицинская помощь, профилактика ВИЧ, и она на сегодняшний день развита очень на хорошем уровне. По словам медиков, в регионе насчитывается 177 детей с подтвержденным диагнозом. Число могло быть гораздо меньше, если бы женщины не отказывались от обследования, лечения и постановки на диспансерный учет. Наравне с детьми в приемную семью смогут попасть и пожилые люди. В Ульяновской области на стадии рассмотрения находится законопроект о приемных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов. По словам специалистов, закон после вступления в силу максимально сократит количество одиноко проживающих пенсионеров, которые по разным причинам не хотят идти в социальные учреждения, но нуждаются в постоянном уходе. Шанс обрести семейное счастье теперь может появиться не только у детей из детского дома, но и у людей старшего поколения. В Ульяновской области разрабатывается законопроект о приемных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов. Это не первый опыт для России. На законодательном уровне право на семью нуждающиеся пенсионеры получают в Оренбургской, Самарской, Волгоградской, Челябинской, Новосибирской, Кировской и Астраханской областях, а также Краснодарском и Перском краях, Ханты-Мансийском автономном округе. Приемная семья – это такая новая стационарно-замещающая форма, которая позволит нам, первое, сократить количество граждан старшего поколения, которые нуждаются в надомном обслуживании, стоят на учете на надомное обслуживание, и количество граждан, которые нуждаются в помещении в специальное учреждение социального обслуживания, уже на стационарную форму. Под законом подразумевают идеологические мотивы – забота о старших, прививание семейных ценностей, налаживание связей поколений. Стать подопечным для бабушки или дедушки имеет право любая семья, не имеющая кровных связей с новым членом семьи. Кров можно предоставить одновременно сразу четырем гражданам. Причем места знакомства и постоянного проживания будут обговариваться заранее обеими сторонами. Будет специальное пособие для приемной семьи предусмотрено, если это граждане, 5 тысяч, если это граждане до 80 лет. Соответственно, от 80 лет и старше будет плюс 40 процентов, и если старше 90 лет, то 80 процентов. После устройства пенсионера приемная семья автоматически оказывается на учете в министерстве. Таким образом, семья будет находиться под контролем органов опеки и попечительства. 93-летняя Алифтина Александровна Лыкова живет в Ульяновском геронтологическом центре последние два года. У труженица тыла есть родная семья, но ужиться вместе с ее слов они не могут. Поэтому уроженка Пермского края не против обрести новый дом. Главное, чтобы домочадцы тяготели книгам и театру. Я бы хотела, чтобы, например, там и читали, и спектакли ставили, ну, еще бы много всего было, мало ли что. Какие-нибудь художественные номера, что-нибудь для детей, для ребенка-то можно. Ну, вот я, например, вообще, как вам сказать, фантазерка. Я вам покажу сейчас. Вот до смерти люблю, вот смотрите, вот костюмы детские. Ну, плохие они, конечно, я не говорю, что... Это все вы? Ну, как тоже. Если законопроект утвердят, то правовую силу он обретет уже осенью. До этого момента планируется сформировать 50 приемных семей. Рината Люлова, Руслан Баталов, Уллправда ТВ. В 2020 году в рамках проекта «Народный бюджет» будет реализовано 8 инициатив ульяновцев. Из средств городского бюджета направят 30 миллионов рублей. Проекты победители определили путем голосования бюджетной комиссии. Каждый из ее членов оценивал народные инициативы по 10-бальной шкале. Помимо средств муниципального бюджета, сами жители внесут на условиях софинансирования более 1 миллиона рублей. Первое место занял проект по реконструкции помещения по улице Тельмана под многофункциональный центр для детей, подростков и молодежи. Наши дети, взрослые, подростки из малообеспеченных семей смогут спокойно и активно проводить время. Одним из победителей также стал проект по благоустройству прогулочных участков в детских садах. Завтра в регионе ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем составит 24 градуса тепла, ветер северный 7-15 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням в 18.50 на информационном портале управда.ру. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова